Уважаемые козероги, всем доброго времени суток. Вы на канале ОКО ТОРО и с вами Ольга. Сегодня я предлагаю вашему вниманию второй прогноз на неделю с 13 по 19 ноября, включительно. Что вас ждет в этом периоде? Информация общего характера, поэтому расклад подойдет как мужчинам, так и женщинам. Что мы сегодня просматриваем? Основные характеристики всей этой недели. Все, что может касаться семьи, дома, взаимоотношений, вашей работы, карьеры, возможных доходов и расходов. Также рассмотрим все то, что может быть в скрытых факторах, подведем итоги этого периода, посмотрим, чем для вас эта неделя завершится, какими могут быть выходные дни. Также в раскладе будет карта дополнительного совета или карта форс-мажора. Сейчас традиционно вы можете загадать картам один вопрос-желание. И та карта, которую я достану, самая последняя, после основной выкладки всех карт вашего расклада и ответит на загаданный вами вопрос. Думайте о своем желании. Сегодня я работаю на непростой колоде ТОРО. Эта колода совмещает в себе сразу три предсказательные системы. Это Ленорман, это Цыганский Оракул и ТОРО одновременно. Надеюсь, что будет интересно и познавательно. Колода готова. Кому нужно больше времени на ваш вопрос-желание, нажимайте на паузу, а я приступаю к выкладке. Итак, ваша первая карта. Уважаемые козероги, все карты вашего расклада перед вами, и я приступаю к его чтению. В основе вашего расклада я вижу сразу четыре старших аркана. Это Колесница, Луна, Старший Аркан Башни и Влюбленные. Это говорит о том, что сейчас, в этом периоде в вашей жизни происходят очень значимые и важные события, которые могут влиять не только на день сегодняшний, но и на отдаленное будущее. Есть какие-то внутрисемейные или внутренние родовые проблемы, потому что рядышком с башней выпала карта Луны. Вы очень активны, вы стараетесь что-то менять по Колеснице, и самое главное, что Высшие Силы вам будут предоставлять выбор и возможности, потому что все-таки закрывает ваш склад карта Старшего Аркана Влюбленных. И так как здесь совмещена и Оракульная система, то, конечно, здесь мы прослеживаем и Высшие Силы, и Божественное Присутствие. Это та помощь, которую вы непременно будете во многих делах ощущать. Расклад начинается с девятки монет. Это карты вполне успешной, денежной, и она может говорить о том, что уже в начале этого периода вы можете зарабатывать или получать довольно-таки неплохие деньги. Даже те, кто не работает, я не вижу того, чтобы вы были без денег. Возможно, у вас есть дополнительный источник дохода или вам кто-то помогает, но те, у кого есть основная работа, это стабильный доход от вашей основной работы. И также я вижу, что по этому Аркану вы что-то себе способны позволить. Есть мысли не только о работе, о доходах, но и о том, чтобы отдохнуть в ближайшее время. И, возможно, такой отдых вы для себя уже планируете. Вам хочется, как эта бабочка, расправить свои крылышки и куда-нибудь полететь. Понедельник хорош и для рабочих дел, для любых деловых вопросов. Но также, если вы вместо работы вдруг захотите отдохнуть, вам никто не помешает. Общий запас энергии прекрасный. И, может быть, как раз те финансы, которые есть в ваших руках, во многом будут придавать вам уверенность. На входящие события выпал туз-чаш. Одна также из лучших карт младших Арканов. Она говорит о том, что вас ждут какие-то позитивные, радостные известия. Может быть, от кого-то из близких людей, от родственников, друзей, может быть, любимого человека. Конечно, для влюбленных эта карта может говорить о желании близости, о желании общения. У кого-то это может быть любовная переписка. Но это также и Аркан творчества. И вы показаны, как люди творческие, у которых есть какие-то желания, которые вам хочется воплотить в жизнь. На многие из ваших желаний на будущее могут требоваться дополнительные финансы. Но я вижу, что все финансовые вопросы вы способны решать. В центр вашего расклада выпала двойка посохов. И эта карта как раз и говорит о том, что сколько бы вы денег не зарабатывали, вам нужно больше, вам нужно лучше. Возможно, вы думаете о помощи спонсоров, о инвесторах для того, чтобы запустить свои какие-то значимые проекты или во что-то важное, может быть, инвестировать деньги. Возможно, вы рассматриваете дополнительную подработку или дополнительное сотрудничество с кем-либо. Возможно, и то, что в каких-то рабочих вопросах или в финансовых вопросах вы где-то немножечко чем-то готовы рисковать. Но не забывайте о том, что любой риск должен быть оправдан. И я вижу, что меня могут смотреть весьма азартные люди. Возможно, даже и то, что меня смотрят игроки или люди, которые зарабатывают на биржах, могут меня смотреть, конечно, и такие. Те, кто надеется на шальную удачу. По поводу шальной удачи здесь вопрос спорный. Поэтому для того, чтобы получить, нужно потрудиться. Также и в дом ваших финансов выпала активная карта тройки жезлов. И она говорит о том, что по поводу заработков, доходов, сотрудничества с другими людьми, у вас будет много вариантов того, как решить все финансовые задачи. И многие двери перед вами действительно будут открываться. Даже если у кого-то из вас есть долги или кредиты, определенные невыплаты, все свои долги сейчас вы способны закрывать. Может быть очень много трат, но при этом есть и финансовые хорошие поступления. Но напротив этой карты, в малом кресте вашей судьбы, выпала пятерка чаш. И здесь мы видим изображение лисы. А это говорит о том, что возле вас очень много хитромудрых людей, которые, возможно, пытаются что-то решить с помощью вас или в чем-то хитрят. И мы здесь видим лисичку, которая уже утащила утку или курицу и следует по своему курсу. Так как возле вас очень много людей, которые думают исключительно о своем корыстном интересе и при этом улыбаются вам в глаза, льстят и не во всем говорят вам правду, возможно, и вам нужно себя вести точно так же, быть очень хитрыми, внимательными и не забывать прежде всего о какой-то своей выгоде. Но эта карта может говорить о том, что возле вас еще много зависти от конкретного человека. Кому-то все время кажется, что у вас чего-то больше. И в большой крест вашей судьбы выпало две пятерки. Это пять жезлов и карта старшего аркана папы. И, конечно, пятерка жезлов может говорить о том, что во внешнем мире все-таки у вас с кем-то могут возникать либо разногласия, либо конфликты. Но вас как будто бы кто-то в чем-то обвиняет, и, возможно, для вас это неожиданность, или вы с чем-то не согласны, или вы вынуждены в каких-то вопросах будете просто-напросто защищаться. Карта может показывать и любую конкурентную борьбу, в которую вас сознательно втягивают. Поэтому вы не имеете права быть слабыми. Но во многом вас будут защищать высшие силы. И карта папы может говорить о том, что у вас очень сильный ангел-хранитель, покровитель свыше. Но для кого-то это может быть реальный человек, на помощь и поддержку которого вы также можете рассчитывать. Это может быть чиновник, это может быть духовный наставник, это может быть какой-то статусный друг или статусный человек, от которого что-то может зависеть. Для кого-то эта карта даже может показывать отца или кого-то из вашей семьи. Но от этого человека идут блага с одной стороны. С другой стороны, даже у тех, кто пытается вам каким-то образом помочь, тоже в чем-то может быть своя выгода или свой интерес. Тем более, что рядышком выпала карта лисы. Также и все то, что может касаться политических моментов, на внешний мир все-таки выпала карта расприи, когда люди озлоблены друг на друга. И если ваше мнение с мнением других расходится, то здесь может доходить буквально до драки. Поэтому лучше ни с кем ничего в таком плане не обсуждать. Центральная карта также может еще говорить и о том, что в ваших руках есть какие-то деньги, которыми вы пытаетесь правильно проманипулировать для того, чтобы заработать или подзаработать. Ну а теперь возьмем дополнительные карты на профессиональную сферу всех тех, кто работает, и также тех, кто не работает, для тех, кто при работе. Для вас выпала карта Туза Жезлов. Замечательная карта. Она может показывать новый старт, обновления, новые предложения, ваши какие-то идеи, которые могут быть интересными другим людям. И сама по себе эта карта показывает урожай возможностей и в дне сегодняшнем, и на будущее. Поэтому всем вам в добрый час. Возьмем для вас еще одну дополнительную карту на совет. На совет выпала еще одна карта под номером 1, но это уже старший аркан, и это карта мага. Она может показывать ваше могущество, ваше превосходство над другими людьми и умение очень правильно управлять любой ситуацией. Но такое чувство, что здесь манипуляции на манипуляциях. Вы управляете кем-то, кто-то вами, и все хотят заработать. Конечно, карта мага еще может говорить и о в корне новых рабочих проектах, которые вы, возможно, будете развивать в ближайшее время. Может быть, кто-то из вас будет совмещать работу и учебу. Не стоит бояться. Если есть желание чему-то подучиться, учитесь. Если кто-то желает продвигаться вверх по карьерной лестнице, тоже карты замечательные. Потому что карта Туза Жезлов может показывать знаки отличия на ваших погонах. Ну, например, даже если вы работаете в коллективе или вы работаете на кого-то, все равно вы показаны как самостоятельная, независимая единица, человек, который не боится в чем-то брать на себя ответственность и за каждое свое действие готов отвечать. Теперь возьмем карты для тех, кто в этот период вошел не работая, что нужно знать вам для тех, кто без работы. Выпала карта Пожа Жезлов. Эта карта может показывать любые разговоры, телефонные звонки, встречи. Когда вы с кем-то встречаетесь для того, чтобы обсудить, возможно, что-то по будущей работе или по подработке. Но вообще эта карта говорит о том, что вы не унываете. У вас вполне себе неплохое настроение и вы для себя находите какие-то полезные занятия. Возможно, даже чему-то учитесь и вы можете быть в роли ученика в любом возрасте или ученицы. И для вас выпала карта Старшего Аркана Шута. Она может говорить о том, что вы что-то в жизни хотите начать или как с нуля, или как сначала. Но что-то новое в вашем случае все-таки сопряжено с риском. Почему? Потому что либо у вас недостаточно хорошая подготовка, либо в чем-то недостаточно хорошие знания. Поэтому с чем-то пока спешить не стоит. И я вижу, что есть человек, который вас от чего-то может отговаривать, но вы как будто бы не слышите. Вы уверены в том, что что-то у вас получится. Но поспешность может вам вредить. Дополнительным арканом для вас выпал Старший Аркан Императора. И если говорить о женщинах, то вам нужно будет заручиться в каких-то вопросах поддержкой мужчины. Если говорить о мужчинах-козерогах, по этой карте можете быть и вы сами, но вы к чему-то должны лучше подготовиться. Если это какой-то свой проект, возможно, вы должны что-то лучше изучить. У вас должна быть четкая стратегия и четкое планирование каждого своего шага. Но это может быть и любой другой мужчина, с которым вы что-то будете обсуждать по сотрудничеству. Но эта карта тоже говорит о том, что вы не будете прозябать в бедности. Вот такими были дополнения. Теперь перейдем к нашим семейным парам. Перейдем в ваши личные отношения и посмотрим, что у вас. У наших семейных выпала карта Старшего Аркана Иерафанта и карта Пятерки Чаш. Две Пятерки, конечно, говорят о том, что между партнерами есть борьба, возможно, есть некоторая скрытая конкуренция. Очень многое в этом периоде в доме зависит именно от мужчины. Мужчина во многом на себя берет основную ответственность. Если говорить о женщинах, я вижу, что вы где-то немножко манипулируете своим мужчиной. И, скорее всего, он вам все это просто-напросто позволяет, видя ваши штучки или видя ваши хитрости. Но при этом тоже давая что-то вам или решая какие-то вопросы дома, семьи, возможно, захочет от вас какой-либо благодарности. Но если говорить о женщинах, вы вообще смотрите куда-то в другую сторону. И также эта карта может говорить о том, что кто-то либо вмешивается в ваши отношения, либо у вас может быть соперник или соперница. Хотя ваши отношения на сегодняшний день довольно-таки прочные, несмотря на то, что в них есть конфликты. Вот такая ситуация у наших семейных. Что интересно, что даже ваши родственники или кто-то из родственников тут тоже явно может быть или за счет вашего супруга, или за счет вас, если меня смотрят женщины, также пытаются что-то решить. Если говорить о мужчинах-козерогах, вы выбрали очень правильную политику в семье и все делаете весьма правильно. Переходим к нашим свободным козерогам, посмотрим, что у вас. Для наших свободных выпала карта старшего аркана колесницы, карта луны и карта старшего аркана башни. И тут же мы видели карту влюбленных, которая закрывает расклад. О чем это говорит? О том, что предыдущие отношения вас серьезно надломили. И после, может быть, тех отношений, которые были неудачными, вы почему-то в себя полностью не верите. Очень много фобий, очень много страхов. Это могут быть любые внутренние комплексы. Я вижу, что вам хочется начать сначала или хочется устроить свою личную жизнь, но вы постоянно сталкиваетесь с какими-либо помехами. И эти помехи могут исходить не обязательно из внешнего мира, они могут быть даже от ваших родных людей, потому что вы постоянно кому-то в чем-то должны помогать. Или, например, центральная карта может говорить о том, что у кого-то, например, жива мать или какая-то женщина из вашей семьи, которая может являться родственницей, внушает вам постоянно свои страхи. Может где-то в какой-то степени пытаться вами манипулировать или рассказывать вам то, как жить или что нужно делать. Нет своей личной жизни и вам свою не дают устроить. Поэтому, конечно, тут могут возникать любые конфликты внутри вашего дома с теми людьми, с которыми вы под одной крышей. Также обе эти карты могут показывать любую для вас неприятную или неожиданную ситуацию в этом периоде, из-за которой вы будете нервничать. Я так полагаю, что кто-то из вас хотел бы куда-либо поехать, но сейчас либо ваши дороги в сложностях, либо нужно чего-то ждать, и это ожидание может затянуться примерно еще на месяц или до конца месяца точно, если это дороги, связанные с дальними расстояниями. То, что касается передвижений по той местности, в которой вы находите, здесь я не вижу проблем. Ваше настроение также может портиться из-за того окружения, в котором вы находитесь. О чем-то серьезном говорить пока рано. Психологически вам нужно быть спокойнее и не поддаваться на провокации других людей. Все-таки вся центральная вертикальная линейка карт у вас очень благоприятных, и также в малом кресте я вижу благоприятные карты. Поэтому даже из каких-либо тупиковых ситуаций вы способны найти выход. Ну, а теперь смотрим, что в скрытых факторах. В скрытые факторы выпала пятерка мечей, карта короля жезлов и карта пажа монет. В вашем раскладе это уже третья пятерка. Это говорит о том, что в каких-то вопросах у вас появляется та решимость, которой, возможно, в чем-то не было ранее, и вы в чем-то сейчас более уверены, чем раньше. Поэтому и активности вашей в каких-то вопросах будет больше. Вот эта карта может говорить о том, что у вас есть прямой враг или люди, которые еще будут пытаться вам каким-то образом вредить. Вы этого пока не видите. Вы даже можете не догадываться о том, о ком идет речь, потому что эта карта находится в скрытых факторах. А это говорит о том, что и тот человек, от которого исходит негатив, также пытается прятать свое лицо или прятать свои действия. Но, скорее всего, этого человека в своей жизни вы сможете вовремя выявить и вовремя нейтрализовать, так как мы здесь видим карту и высших сил, и рядышком короля жезлов. Очень быстро вы кого-то сумеете поставить на место. И если говорить о мужчинах-козерогах, то по королю жезлов вы, скорее всего, догадываетесь, кто может быть вашим врагом или откуда этот негатив исходит. Если говорить о женщинах, то решить какую-то сложную задачу вам поможет мужское лицо. Человек семейный. Для кого-то это даже карта может показывать супруга, но это может быть любой человек, с которым вы будете что-то обсуждать. Притом здесь могут обсуждаться и рабочие, и финансовые вопросы, и вопросы ваших детей, или образования, если кто-то учится. Карта пажам может говорить о ваших детях или внуках и о том, что есть учащиеся, что кто-то чему-то учится. И вы своих детей в этом должны поддержать. Также в каких-то деловых вопросах вам нужно быть немножечко хитрее. На завершение этого периода выпала карта старшего аркана влюбленных. Прежде всего, этот аркан может говорить о том, что выходные могут происходить какие-то значимые для вас события. И, скорее всего, ваши выходные будут распланированы наперед. Явно вы с кем-то будете видеться. Карта может показывать и какие-то важные договоренности. Для кого-то это могут быть помолвки, свадьбы, или даже поход в храм. Но так как эта карта напрямую все-таки говорит о любви, она может еще говорить и о том, что вы будете перед выбором в личных отношениях. Но ваш выбор уже по-своему предопределен высшими силами. И есть человек, который вам по судьбе предназначен. Поэтому, если вы по-прежнему свободны, вы еще можете быть в паре. Для тех, кто будет пытаться сохранить какие-либо отношения, эта карта говорит о том, что высшие силы вам будут помогать, если есть что сохранять. Потому что, если говорить о наших свободных, здесь ситуация очень неоднозначная. Ну а теперь откроем карту дополнительного совета или карту форс-мажора. На дополнительный совет выпал старший аркан мир. Этот аркан закрывает все старшие арканы. И, конечно, эта карта может показывать любые обновления в вашей судьбе. значимые дороги, поездки. Для кого-то это может быть смена места жительства, для кого-то смена работы. Или в основной работе у кого-то, возможно, получится выйти на новый уровень. Для кого-то это дополнительное образование и очень много контактов и очень много разговоров. Также очень много по этой карте будет решаться и через соцсети. У кого-то здесь могут быть рабочие дороги и командировки, а для кого-то это может быть поездки за границу на будущее, связанные с отдыхом. Ну а теперь посмотрим, сбудется ли ваше желание. На ваш вопрос выпала карта старшего аркана силы, но изображена она под 11 номером правосудия. Желаемое вы получить можете, но будет непросто. И за тот вопрос, который вы задали, вам нужно побороться. Но применять исключительно мудрость. Никаких резких движений. Я вижу, что ваша воля тверда, и вы нацелены на победу, и вы ее получите. Но предупреждаю о том, что будут помехи. Ну а теперь давайте возьмем дополнительную руну из рунического оракула. Я думаю, что будет достаточно одной руны, так как это очень сильная предсказательная система и очень сильный магический инструмент. Вы сейчас можете подумать о том вопросе, который вас на сегодняшний день беспокоит больше всего. И пусть эта руна даст вам дополнительный совет или ответ на тот вопрос, который вас сейчас больше всего волнует. Итак, одна руна. И это руна ингвас, руна урожая. Но это руна немалых временных сроков. И она говорит о том, что для того, чтобы что-то получить, нужно потратить время, усилия, потрудиться, что-то создать, для того, чтобы получить желаемый урожай. Конечно же, вам нужно проявлять терпение в вашем вопросе. Но высшие силы будут всячески вам помогать. Также эта руна может предполагать то, что чем тяжелее задача или чем сложнее вопрос, тем более вы будете настойчивы и усердны. И это вас приведет также к хорошему результату. Также эта руна может показывать финансовую защищенность и также очень сильные внутренние духовные убеждения, которые будут вами двигать не только в том вопросе, который вы задали, но и во многом другом. Поэтому всем в добрый час на такой позитивной ноте и завершим ваш расклад. Я вам действительно желаю, чтобы вы собрали желаемый урожай. Благодарю вас за просмотры. Подписывайтесь на мой канал, все те, кто еще не подписан. Оставляйте обратные комментарии. И я не прощаюсь с вами. Я вас всех непременно жду на следующей неделе. Всем удачи и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok